Для большинства из этих ребят это первое построение в жизни. Пока для отчетного фотоснимка, но совсем скоро подобная процедура будет для них каждодневным делом. Сегодня призывники отправляются в части российской армии. Они могут отслужить один год, они могут остаться служить по контракту, что им будет предложено в ходе прохождения военной службы. Получить какую-то военную учетную специальность, что тоже очень важно для каждого. И вот парни уже в военной форме в октавом зале выслушивают наставления военного комиссара, родителей и ветеранов службы, один из которых даже спел им песню. В бой идет отряд, командир, впереди, а лыбан горит на груди. В бой идет отряд, командир, впереди, а лыбан горит на груди. А эти новобранцы идут служить не в обычные войска, а в научные роты. А давать долг родине они будут в инновационно-военных центрах в Краснодарском крае, Воронеже и Санкт-Петербурге. Вячеслав Дворниченко окончил факультет информатики и вычислительной техники ДГТУ. И еще во время учебы ему предложили пройти срочную службу в научной роте. Теперь отправляется укреплять военную мощь нашей страны в новейший технополис эра в Анапе. Конечно, обрадовался служить в таком элитном разделении, не побоюсь такого слова, в таком месте, которое как бы центр науки нашей армии. Во-первых, берет гордость за сына, что вот его направляют в такой центр, который только откроется. То есть он будет первопроходцем, так скажем. В общем, вещи собраны, наставления отцов выслушаны, матери успокоены. Теперь все призывники отправляются к местам службы. Домой вернутся уже через год, если, конечно, не останутся на контрактную службу. Иван Полякин, Николай Андреянов, Дон-24, Батайск.